Здравствуйте, уважаемые зрители! В последнее время в России набирает силу популярность занятие боевыми искусствами не как метод подготовки к соревнованиям, метод победить, стать мастером спорта и так далее, а возможность заниматься боевыми единоборствами для себя. Это очень интересное явление, про которое хотелось бы сегодня рассказать. Ну, возьмем, по примеру, тайский бокс. Большинство понимают и представляют, что тайский бокс — это жесткое единоборство, профессиональный вид, где, в общем-то, карьера не так долга, как хотелось бы, и людям обычным, непрофессионалам, в ней ловить нечего. Но, есть большое но, очень многие сегодня занимаются тайским боксом, не выступая на соревнованиях, получая удовольствие, имея долговременную программу занятий и работу и тренировки на лапах, которые удобно и прочно ложатся в их систему фитнеса, подготовки и сохранения здоровья. Давайте посмотрим, давайте послушаем этих людей. Я думаю, нам будет очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разминка в любом виде спорта, не только в единоборствах. Конечно, это самая главная вещь в начале. Пока человек не окреп и не готов, то уже пройдя разминку, он отчетится буквально без сил. Значит, мы все понимаем, люди пришли с улицы, вышли из душных машин, где они сидели в пробках, приехали с работы, еще не остывшие после стрессов рабочего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не только физическая нагрузка, а, наверное, переход в другую реальность, отдых. Вот эта вещь, которая называется разминка. В каждом зале, где занимаются единоборствами, висят мешки. И кто-то говорит, что должен мешок твердый, кто-то мягкий, кто-то большой, кто-то маленький. Это специализация спорта. Нам думается, что мешок должен быть мягкий. И тогда постановка хорошего удара, тяжелого удара, как говорят в спорте, по мешку уже подготовленного ученика, не будет сопряжен с травмами. Ну а чтобы было интересно, вводятся вот подобные упражнения, групповые или в мини-группе на мешке, которые дают азарт, дают интерес и некую соревновательность. А не просто, когда ты монотонно лупишь мешок в одиночестве. Говорят, после 30 уже поздно заниматься спортом. А после 40, после 50, что же делать? На самом деле, давно все в мире уже продумано. И вот сегодня эта индустрия набирает обороты и у нас. Если мы работаем на лапах, и мы в возрасте, конечно, первое, есть набор травм и каких-то, как говорят, на сленге болячек. Нужно избегать упражнений, которые инициируют появление проблем. Второе, нужно обязательно советоваться с тренером и слушать свое самочувствие. Не надо напрягаться и бросаться со страстной силой за молодыми. Третье, самочувствие и хорошее ощущение после тренировки. Особенно завтра утром, когда вы проснетесь, вот награда. Поэтому работа на лапах, работа на мешке и другие виды высокой анародной нагрузки должны тщательно контролироваться тренером. Я так думаю, это нормально. Прежде всего, я думал, что после 40-ка все бессмысленно. Уже 40 лет сижу, бумажная работа, двигаться, ну, некуда. Потом включаю телевизор, смотрю передачу «Путь дракона» спортивную. Вижу секцию, вот, люди занимаются тайским боксом, мне так понравилось. Слаженность, все чувствуется, что, ну, люди понимают, что делают. Мне просто захотелось найти. Я до этого ходил в разные секции, но мне не очень понравилось. Нашел телефон по интернету, там, ну, позвонил, попал на того, какого надо. В общем, все чудом случилось. Назначили встречу, пришел. Ну и все, так все как-то пошло. Ужасное удовольствие получил вообще и получаю. Есть жаргонное обозначение для тренеров в таком узком кругу, когда работают с бит-клиентами. Дать тело, попробовать вкус крови еще. Для того, чтобы работать на лапах и дать почувствовать удар, координацию, точность, быстроту, не всегда получается. Потому что занимаются спортсмены каждый день, а наши ученики редко. Как позволяет работа. И вот здесь один из тонких элементов, конечно, рискованных элементов настройки процесса между тренером и учеником. Попробовать поддержать его, как говорят тренеры, на руках. Не на лапах, а на руках. Попробовать прочувствовать дистанцию и его вовлечь в процесс сублимации некого поединка. Наверное, многие знают, игра под названием пятнашки. Пытаются запятать друг друга. Это детские вещи. Но давайте поймем. Грубые элементы, жесткие, размашистые и резкие, не всегда хороши. Вот подобная тренировка, она дает тонкую настройку, филигранную технику и чувство точности и свободы движения. То есть кроме силы есть расслабленность и точность. Вот для чего это упражнение. Маркус рассказывает историю, как он попал в секцию. Он пришел на ресепшн, в фитнес-центр. И ему девушки с ресепшн дали телефон тренера. Позвонил, тренер взял трубку и в течение 30 секунд решилась его судьба. Он смеясь говорит, как можно перевернуть мир. Он давно хотел заниматься. Никак не мог найти секцию. И вот он нашел секцию, сделал первый шаг. Его встретили. Не испугали первый месяц. И теперь он рад, что тот звонок дальний. Сделал ему шаг вверх и вперед. Работа ногами, неважно какая, но особенно ритмичная и приносящая удовольствие при хлопке попадания по лапам, ведь имеет и другую цель. Представьте, мы большую часть жизни сидим. Сидим за машиной, за рулем. Сидим за компьютером. Мы мало двигаемся. И проблема уже не национальная, а, наверное, мировая, глобальная для работников вот такого труда. Это застой кривностной системы циркуляции в органах малого таза. Я так грубо говорю. Для того, чтобы у вас было не только все хорошо в верхнем плечевом поясе и в кроножных мышцах, но и в тех тонких материях, которые поддерживают наши внутренние органы, обязательно надо делать подобные упражнения. Ну, я долго хотел начать заняться какими-то единоборствами. Не мог определиться. Выбор пал на кикбоксинг и на тайский бокс. Но все-таки тайский бокс существует уже более двух тысяч лет, поэтому решил все-таки пойти на тайский бокс. Плюс ко всему еще удары локтями, коленями, все там присутствует. Поэтому и пошел. А не секрет, что большинство тренировочных занятий для людей в возрасте – это, конечно, работа на беговой дорожке, это работа на тренажерах, работа над мышцами. Великолепная вещь. Я всегда за. Стоит добавить, наверное, как вот в этом случае, который мы сейчас видим, к работе на тренажерах, еще какие-то упражнения на расслабленность, на гибкость, и чтобы они имели практически эффект. То есть, если мы качаем железо и расслабленно, не выкладываясь на 100%, работаем на лапах, это очень полезно для сохранения фигуры и сохранения быстроты реакции при сильно накачанных и красивых мышцах. Вы знаете, я уже долгое время профессионально занимаюсь карате и очень долгое время наблюдаю за тренировками май-тай. И под руководством грамотных тренеров это не опасно, это интересно, это очень увлекательно. Я думаю, что я буду продолжать тренировки и, может быть, в будущем даже выступать, попробую себя на ринге. В общем, во всех видах спорта и в ненаборствах в особенности принцип аккуратности, постепенности нагрузок – это определяющий. Нельзя сразу грузить человека только что пришедшего, заниматься по максимуму. Должны делать аккуратно, медленно, неотвратимо и, я повторюсь, с удовольствием. Вот это начало любого пути. Мне хотелось научиться драться. Так получилось, что я пришел именно сюда. То есть вы целенаправленно хотели поработать для себя, для того, чтобы быть уверен на улице? Да, именно так. Ну и для того, чтобы просто быть в хорошей физической форме. Конечно, просто чтобы почувствовать соревновательный дух, как говорится, чтобы не киснуть, не закисливаться, чтобы можно было себя попробовать и почувствовать, на что я способен. Маркус говорит, что сегодня не представляет себя без занятий, трехразовых занятий в секции. И ему нравится все – атмосфера, тренеры, возможность заниматься, даже боль после тренировок ему нравится. Он говорит, если бы я знал раньше, я бы начал заниматься 10 или 15 лет назад. Ну что ж, значит, сегодня все у него впереди. Ну, ощущение, выход в ринг – это ощущение особенное. Выход в ринг дает, во-первых, возможность реализовать свои способности, свои данные, то, что ты успел сделать, чему успел научиться в стрессовой ситуации. Это важно. Можно 10 лет бить по груши, потом выйти встретить кого-то в темном переулке и растеряться. Это очень нормальная вещь. Вот спарринг, выход в ринг вообще дает возможность почувствовать, что ты сможешь в критический момент. Вот это самое главное. Мы увидели сегодня людей, которые занимаются с удовольствием для себя. Поэтому я убежден, что каждый из вас, кто захочет заниматься единоборствами, может начать с нуля, без соответствующей подготовки, найти секцию, найти тренера и долго, упорно, с удовольствием строить свое тело, душу и свою жизнь так, как ему хочется. Удачи вам!